Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу немного поговорить с вами и показать вам скороспелку. И поговорить о том, чем же они отличаются от простых помидор. Многие не признают их как настоящие помидоры, игнорируют, высаживают только крупноплодные, среднеспелые, позднеспелые. Но скороспелки, они очень хорошо вас выручат на раннем периоде. Я вам сейчас вот покажу. Вот смотрите, вот скороспелка, у нее еще нет, фактически она даже не сформировала свой куст, но она уже завязывает плоды и не она одна, а все ее подружки. Вот они все крошечные кустики уже с помидорками. Именно этим хороши скороспелки тем, что он не формирует огромный куст, как крупноплодные. Он не старается нарастить зеленую массу. При высадке в грунт скороспелка сразу начинает давать плоды. Но ясно, что в то время, когда крупноплодные, там среднеспелые, позднеспелые, где-то только цветут, какие-то зацвели, какие-то еще не зацвели даже, у этих уже томатики. Ясно, что они будут намного раньше. Ну и пусть они будут меньше. Но если у вас есть дети, вы представляете, как будет рад ребенок, когда уже в июне поспеет красная помидорка и она будет не одна. Вы видите, что здесь уже вторая, третья. Она будет вся облеплена маленькими красными вот такими шариками. Да, они будут небольшие, но их будет много, и они будут все равно вкусные. Самые первые помидоры самые вкусные. Поэтому не игнорируйте скороспелки, выращивайте их хотя бы небольшое количество. Вот это сортре нет. До свидания. Ко мне кто-то приехал, извиняюсь.